Мы говорим сегодня о том, как предупредить и обезопасить. И наш сегодняшний собеседник, руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Министерства ГОИЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я не могу не задать вопрос. Сейчас, кстати, и о глобальном потеплении практически не ленивый только не говорит. Особенно после этой зимы, которая была в Антиополе, все уже говорят, что да, глобальное потепление есть. Да, но по Кубани, может быть, это не столь заметно, как по Центральной России. Там же действительно в этом году прям очень у них тепло было. Само явление, оно отмечается уже всеми. Но вот на нас сказывается это. У нас все-таки меняется климат, если брать в рамках Кубани? Ну, как бы Кубань нельзя изолировать от всей страны. Я понимаю, нельзя, но оно вот с каждым годом, вы же замечаете, меняется. Да, оно меняется, допустим, если мы говорим о температурном режиме, то, конечно, нельзя брать температуру месяца среднюю, сравнивать. Потому что если мы возьмем температуру дня максимальной, то у нас были теплее зимы, там, 1852 год, 1883-1882, когда у нас в феврале цвели яблони. А для того, чтобы зацвела яблони, надо как минимум полтора месяца теплой погоды. Вот эти известные теплые зимы у нас были. И говорить о том, что то, что у нас было в этом году, никогда не было, старожилы не помнят, ну, естественно, да. Потому что человеческая память довольно короткая, мы всегда помним что-то вот тут короткое. Хотя не помним, что в 1995 году, в 1995 году, у нас вот первые дни марта были такие же теплые. Там, 18, 22, 23 градуса, 24. Казалось бы, совсем недавно, но многие не помнят и считают, что вот таких вот у нас никогда не было там явлений в погоде теплых. Как ни странно, в общем-то, все оценивается по среднегодовой температуре. Это такой наиболее интегральный показатель, который вот как раз нивелирует там температуры каждого дня, каждого месяца, потому что, ну, действительно, у нас один день может быть максимально теплый, а потом будет холодный. Вот как сейчас у нас март. Сейчас начало теплое, а вторая половина будет холодной. В среднем март может выйти у нас вообще около нормы. Хотя впечатление от март у нас будет, что вот март все-таки начало такое теплое было. Даже жаркий. Да, даже жаркий, необычайно теплый. Хотя, если потом, когда к концу месяца мы проанализируем температуру, я думаю, что мы уж не сильно выбьемся от среднемесячной нормы. Но когда мы анализируем изменение температуры по годам, среднегодовую температуру, как такой показатель, который вот как раз он такой дает нам представление о том, как же у нас все-таки меняется температура этого каждого года, то мы придем к выводу, что да, начиная с 50-х годов у нас, если до этого были там одни десятилетия холодные, потом теплые, то вот начиная с этого периода у нас начался такой уверенный тренд на рост среднегодовой температуры. Да, бывают провалы, похолодания, но все-таки такой тренд на рост температуры. Причем у России тенденции на рост идут более интенсивно, чем в мире. Где-то 0,4 градуса на 10 лет у нас идет. Это довольно большая величина. Чем это обусловлено? Вот мы подходим к самому главному вопросу, потому что основная, так сказать, позиция многих в чем, что это человеческий фактор, то есть интенсивная технологическая деятельность, выброс большого количества парниковых газов, которые как раз способствуют тому, что у нас часть тепла задерживается вот как раз в нижнем слое атмосферы, таком продуктивном, и как раз оно приводит к тому, что это не уходит в космос, как было раньше, до индустриальной эпохи, а скапливается здесь и, соответственно, приводит к этому росту температуры. Однако часть ученых считает, что причина человек не настолько энергетически мощен, чтобы мог оказывать влияние на такие вот процессы. Приводя в пример то, что у нас были уже потепления и раньше, просто мы еще до сих пор не знаем циклов всех циклов потепления, потому что инструментальные наблюдения ведутся где-то порядка 195 лет, 175 лет, когда действительно мы уже можем сказать, что было у нас тогда инструментально, зафиксировав это метеорологическими приборами. Что же было до этого всегда, это вот тает там в хрониках, в каких-то летописях, которые не всегда достоверны, и нам с трудом определить, а что же было раньше, было ли там процессы такие вот, было там ледниковый период, да, достоверно известно, а были до ледникового периода потепления, или нет, или у нас идет чередование. Вот работа в Антарктиде на станции «Восток», они показали, что вот когда бурение кернов было, что по слоям льда можно определить, какой был климат раньше. И тогда выявили, что существует там цикл, и у нас не только 11-летний солнечный цикл, но и значительно больше, с периодичностью до 3000 лет, когда у нас менялся климат, причем без участия человека. Вот как бы противники этой гипотезы говорят о том, что да. Никто не сомневается в том, что количество парниковых газов растет, оно так и происходит, и это подтверждено инструментально. Вопрос заключается, почему он растет, и как долг он будет расти. Тем более, что учитывая, что три четверти планеты, у нас нет промышленности, это у нас океан. Если возьмем еще Антарктиду, пустыня, вечную мерзлоту, и так далее, и так далее, то останется очень большое количество, которое, конечно, дает какие-то выбросы в атмосферу. Но насколько они, так сказать, могут изменить климат, тем более, что океан при повышении температуры буквально на несколько десятых градусов может легко отдавать углекислоту, которая растворена в нем, в атмосферу, увеличивая количество парниковых газов в атмосфере. Причиной роста, а отмечаются росты поверхности температуры океана, как раз приводящие к дополнительному выбросу парниковых газов. И, соответственно, вулканическая деятельность, те же самые метан, тоже самый один вулкан, он перекрывает все, в общем-то, выбросы человека в год. И вот эти многие факторы, они, конечно, еще тоже должны учитываться. И вот тут наше небольшое знание о природе, оно, конечно, не позволяет нам детально определить, что же происходит все-таки сейчас с климатом. То ли это естественный процесс, на который у нас вкладывается деятельность человека, то ли это вот именно просто естественный процесс, в котором мы сейчас находимся на пике роста температуры, зато неизбежно пойдет понижение температуры, у нас там будет какой-то дедниковый период. Хотя ряд ученых говорили о том, что да, у нас там к 20-м годам, или там уже между 20-х и 30-х мы достигнем пика, и дальше у нас пойдет уже понижение температуры. Но это мы узнаем позже. А пока, да, процесс есть, отмечается во всем мире, и вместе с ростом температуры мы отмечаем и рост осадков. У нас 0,3 мм в год, а вот здесь в 10 лет увеличивается количество осадков. И вот по территории края мы тоже отмечаем это явление о том, что количество осадков у нас растет, причем растет по краю неравномерно. На Черноморском побережье идет прирост более интенсивный, в горной зоне растет. Для края это, конечно, последствием будет то, что у нас будет более мощной паводки. И вот как раз последние исследования, которые мы проводили, показывают, что в связи с теми изменениями, которые происходят, и ростом температуры среднегодовой, ее можно идентифицировать как, в общем-то, энергетику атмосферы. То есть чем больше температуры в атмосфере, тем больше обладают энергией атмосферные вихри, циклоны, антициклоны. И, соответственно, если циклон более активный, значит он более мощный, он более, большие объемы воздуха вовлекают в свое движение. И, соответственно, здесь быстро довольно перемещается воздушная масса, обеспечивая нам сильный ветер, поступление влаги с поверхности морей и океанов. Эта влага потом у нас формирует уже мощные кучевые облака, которые потом выливаются на территории края сильными осадками. И вот в последние годы мы уже отмечаем, что количество случаев выпадения сильных осадков, это 150 мм в час и 100 мм в час, они увеличиваются. Если раньше, лет 20 назад, мы отмечали один случай в год, в два года, то теперь у нас доходит, что у нас в год до пяти таких случаев отмечаются. И яркий пример такого явления, это вот 2012 год, когда у нас выпало за сутки, это в районе Геленджика, на Вороссийска, Крымска, это больше 300 мм в осадках. Это 300 литров на каждый квадратный метр. Такого у нас не было. Это уже тропические ливни отмечаются. В связи с этим, поскольку у нас количество таких экстремальных явлений погоды растет, то увеличивается количество опасных чрезвычайных ситуаций. Если в 90-х годах у нас отмечалось где-то порядка 200 на территории России, 196-200 чрезвычайных ситуаций связаны с природными явлениями, то уже вот к концу 20-х годов, у нас получается, то есть уже через 30 лет, у нас количество их выросло почти в 2,5 раза на территории России. Это очень быстрый темп, да? Да, это очень быстрый темп. Это вот как раз говорит о том, что все-таки процессы, которые происходят у нас в климате, они уже приводят к тому, что увеличивается количество опасных явлений погоды, соответственно увеличивается количество чрезвычайных ситуаций. Оно связано еще с тем, что за эти же годы выросла инфраструктура, то есть города увеличились по площадям. Соответственно, если раньше дождь выпадал, то он выпадал в чистом поле, а теперь он выпадает на город. Если здесь нет ливневок, проектно непродуманный, что уже будет, когда будет сильный ветер или дождь, то, соответственно, здесь уже будет возникать чрезвычайная ситуация. Точно так же это касается и горной зоны, и Черноморского побережья. Черноморское побережье осваивается, осваивается интенсивно. Наибольшие территории, пригодные для освоения, это Дельта-рек. Они же не всегда выгодно строят на осколках гор или в горы. А Дельта-реке, она более-менее ровный участок, и там можно строить, тем более она привлекательна. Но в то же время это зона повышенного риска, потому что когда идет паводок, то река как раз затапливает по ему. И, соответственно, уже сразу же, если там не было раньше населенных пунктов, и паводок проходил без ущерба, то сейчас получается, что он уже причиняет ущерб, потому что там уже стоят дома. То есть вот это взаимно идет и увеличение опасных явлений погоды, и развитие инфраструктуры. И получается, что мы, расширяясь, мы сами как бы становимся... Подставлять себя, да? Удар стихии, потому что площадь тогда наша, города становится больше, заасфальтированность выше. Мы же не просто, что дома построили в чистом поле, там, трава и ограничить себя. Мы же все это за асфальтируем, укатываем в асфальт. Соответственно, когда выпадает дождь, эта вся влага, она не впитывается в почву, она начинает куда-то скатываться. И, соответственно, потом эта вся вода уже, она занимает неизменные места. И там, где раньше это все благополучно впитывалось в почву, теперь это все начинает накапливаться и идут подтопления. Вот, как бы, яркий пример влияния урбанизации на как раз развитие чрезвычайной ситуации. А что же делать нам, если вы говорите, что все-таки вот все это взаимосвязано, температура неизменно повышается, чрезвычайных ситуаций будет больше, да? Да, чрезвычайных ситуаций... Что делать в этом случае? Как готовиться? В этом случае, конечно, в первую очередь, необходимо при проведении строительства учитывать уже вновь складывающиеся погодные условия. То есть, вот с учетом их необходимо строить. Это в первую очередь, значит, если мы строим, расширяем городскую черту, значит, мы в первую очередь должны продумывать ливневки, водосистему водоотвода. Потому что мало того, что мы асфальтировали, у нас еще из домов же вся вода во время дождя скатывается и тоже куда-то радио, а площади домов-то у нас растут. Вот, соответственно, в первую очередь, конечно, надо продумать вот эти мероприятия по водоотведению. Второе, значит, это, естественно, дома надо строить с учетом уже тех характеристик ветра, которые отмечаются сейчас, чтобы не сносило крыши, не выбивало дома, чтобы это... То есть, уже при проведении вот таких строительных работ, при проектировании должны учитываться экстремальные значения, которые мы сейчас наблюдаем, но, естественно, уже с запасом каким-то, чтобы это все было. Не забывая о том, что у нас сейсмически опасный район, и, соответственно, тоже все дома должны соответствовать тем требованиям сейсмичности, которые у нас для Краснодарского края определены. И по другим же позициям точно так же. Вот тогда точно так же это линия электропередач, чтобы их не обрывало ветром, чтобы во время гололедных явлений ледяного дождя не происходил обрыв линии электропередач. Соответственно, деревья, которые падают иногда на линии передач, тоже они должны убираться. Старые, особенно деревья, тополя, которые там 25 лет. Через 25 лет тополь уже представляет опасность, он может не выдержать даже небольшой поры ветра. А высота тополя значительная, если он падает на линии электропередач, даже сейсминная передач совершенно новая, просто она рушится только потому, что упало дерево. А деревья все-таки у нас тоже так же растут, стареют, и, соответственно, тоже надо проводить эти мероприятия. То есть это вот такой комплекс мероприятий, направленный на превентивных мероприятий, которые необходимо делать. Если это не делать, то мы будем просто постоянно находиться в таком состоянии ожидания, или при каждом, вернее, опасном явлении погоды мы будем тогда испытывать проблему с тем, что у нас будет возникать чрезвычайная ситуация. Причем во многом связано с неготовностью инфраструктуры к этой погодному явлению, вот если так можно сказать. А мы сейчас это проговариваем в качестве, как должно быть в идеале, или, может быть, к вам обращаются за советом, например? Нет, мы... Или какие-то есть, может быть, нормы дополнительные вводятся в законодательство? Нет, мы как раз здесь говорим о том, что это должно быть, как бы, учитываются сейчас же эти все явления, тем более, что Росгидромед подготовил доклад о последствиях климатических изменений. Вот эти все последствия должны учитываться как раз проектными организациями, которые проектируют развитие города, проектируют какие-то гидротехнические сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, береговое укрепление, которое проводят. Также должны быть более жесткие, но это, по моему мнению, требования к недопущению строительства в поймах рек. Потому что пойма реки – это территория реки. И если она во время какого-то очередного паводка не затапливает эту зону, это не значит, что она не затопит ее через 5, через 10, может, один раз в 25 лет, но она затопит ее так, что то, что там будет построено, уже будет окажется в воде. И вот в этом случае, да, здесь надо вот эти зоны затопления, которые они... Сейчас вот особенно большую работу сделал Департамент архитектуры и строительства по определенным зонам. Это очень важная работа, потому что она показывает, в каких зонах нельзя строить. Или потенциально опасно строить. Потому что действительно, что, допустим, не один раз в 2 года, а один раз в 10, или один раз в 50 лет затопит. Это надо учитывать, конечно. То есть работа ведется в этом плане, работа ведется, и зоны риска они оцениваются постоянно. Вот подробнее про зоны риска хотелось бы поговорить. Вы определили так, в общем, там, допустим, если Новороссийск, это ветер, да, там горные районы... Ну, у нас, мы говорим о том, что край весь подвержен, если будем говорить... Весь, да. Какие наиболее рисковые у нас муниципалитеты и в каком направлении? Это такой сложный вопрос, потому что у нас районы разделяются по степени риска на горные районы. Там у нас это, в первую очередь, конечно, влияние склоновых стоков, потому что выпадающие осадки очень быстро скатываются по крутым склонам, не впитываясь в почву, попадая в реки, идет сразу развитие скоротечных паводков на реках. Соответственно, горные районы, это у нас, особенно юго-восточные районы, это град. Наиболее часто повторяется, недаром там создана противоградовая служба Росгидрометра, потому что именно как раз в этой зоне идет обострение атмосферных процессов, развивается наиболее мощное при подходе или при подъеме теплого воздуха, влажного по горным склонам, мощная кучевая область, в которой формируется очень сильный град. И вот яркий пример, это вот у нас Станица-Вознесенская, 57-й год, июль, когда выпал град, весом 1,4 кг. Если это какой-то своеобразный рекорд, я тебе интересно, думаю, ну был ли где-нибудь такой град? Вот в Италии килограммовые градины выпадали, а у нас килограмм 400, то есть это вот град такой выпадал. Это говорит о том, что явления у нас могут достигать вот таких вот значений. И вот юго-восток района, он как раз, да, там наиболее часто повторяются градовые процессы. И наиболее сильные осадки как раз связаны с явлением, когда у нас с теплого моря выходит холодный воздух, идет формирование области на Черноморском побережье, поэтому сильные дожди у нас в основном это вот районы Сочи. Недаром у нас Сочи, это вот одно из таких рекордсменов по падению количества осадков за год. Там у нас осадка выпадает больше, чем даже на Курилах и на Камчатке. Такое мокрое место у нас, но и недаром субтропики. Соответственно, сильные осадки выпадают в Топсинском районе, то есть вот в этой предгорной, при Черноморской зоне и горной, предгорной. Вот мы с вами говорили, что там Геленджик, Новороссийск, 313 мм за сутки, рекорд своеобразный у нас по упадению количества осадков. Горные районы также у нас встречаются тем, что там выпадает наиболее сильная снега, идет налипание мокрого снега, это гололедные явления развиваются, соответственно, нанося ущерб, в первую очередь, конечно, энергетике. Потому что провода, мол, не выдерживают такого количества льда, которые налипают на проводах, и происходят их обрывы. Естественно, Черноморская зона, поскольку там сильные дожди, то и реки такие же горные, то вот как раз наибольшее количество палатков именно по горной зоне. В том числе и по Пшеронску у нас, вот именно вот эта вся горная часть, Лобинский, Мостовской район, Транинский район, именно там как раз у нас, вот это все левое бережье Кубани, где горные реки, у нас наиболее такие быстротекущие и быстроразвивающиеся палатки там формируются, они формируются в течение года, у нас нет различия на весну, лето. Опять же, связано со спецификой погоды на Кубани, когда у нас зимой может выпасть снег, потом резко потеплело, и пошел дождь, и вот дождь, выпадающий на снег, придет к его быстрому таянию, сразу реки, естественно, переполняются, и развиваются зимние палатки, снегодождевые так называемые палатки. В Азовской побережье мы говорили, там у нас Нагоны, Новороссийск, Анапа, Тимрюк, Геленджик, это у нас вара 21 раз в году, усиливается серо-восточный ветер, связано как раз с особенностями этого региона, небольшими горами, накоплением холодного воздуха перед горами, и потом его стеканием по склонам, и за счет того, что перепад давления есть, еще ускоряется этот воздух по склону, скорость его может достигать до 58 метров в секунду. А при 40 метров в секунду давление воздуха на 1 квадратный метр – это больше 100 килограмм. То есть вот это такие значительные скорости, которые могут приводить к разрушениям. Соответственно, степные районы, там у нас засухи, там, наоборот, у нас реки степные, скорости небольшие, и даже осадки, которые выпадают, они не приводят к таким резким подъемам уровня воды, которые происходят на горных реках. Там поводок развивается более медленно и более спокойно. Но в то же время, там, когда у нас устанавливается летний период, у нас там больше отмечаются засухи, самые знаменитые засухи 1982-го, 1976-го года, когда у нас на территории края, именно по этой зоне, не выпадало до 130 дней, не было ни капли дождя. Соответственно, именно в Белой Глине у нас отмечен исторический максимум высоких температур – 43 градуса. А вот в Белореческом районе у нас минимум исторически минус 39 градусов отмечено. То есть вот перепад температуры на территории края практически 80 градусов между зимой и летом. Это вот говорит о той сложности климата, который у нас есть в крае. То есть присутствуют степные районы, подверженные довольно интенсивно-холодным вторжением. Горные районы, субтропики наши, Черноморское побережье. И вот здесь у нас есть все. Вот если коротко видит. Поэтому, конечно, мы возвращаемся опять. Я хотел вернуться к тому, что вот при сейчас развитии, а строительство бурными темпами, необходимо все это учитывать, чтобы быть готовым работать на опережение. Вот именно как раз, чтобы строительство, развитие городов, оно уже учитывало ту всю природную специфику, которая характерна для нашего края. Те скорости ветра, те осадки. Соответственно, чтобы урбанизация не шла во вред человеку, который живет здесь, чтобы, как бы строя дома, мы, получается, сами же не ухудшали свои условия, когда выпадают сильные дожди, идет сильный ветер. Потому что вот такая хорошая погода, как сейчас за окном, это для Кубани, это не редкость, но это не постоянная погода. У нас в летний период очень часто грозовые дожди, очень ливневые, со шквалистым усилением ветра, с градом и так далее, так далее. Весной у нас бывают перепады от тепла до мокрого снега, налипания мокрого снега, гололедный. Зимой у нас ледяной дождь, гололедные явления, снег, снежные заносы, налипание мокрого снега, гололедица. Ну вот, все, можно перечислять до бесконечности. Поэтому, естественно, мы как раз даем рекомендации. И вот как раз атлас, который мы подготовили, по повторяемости опасных явлений с разбивкой по муниципальным округам, то как раз попытались здесь показать, во-первых, и повторяемость явлений, и спрогнозировать, как часто эти явления могут быть в каждом муниципальном образовании, чтобы можно было уже представлять, к чему готовиться, на что обращать внимание. И, соответственно, планирование развития каждого муниципального образования городов строить с учетом уже как раз особенностей климата в Краснодарском крае. Да, у нас много солнечных дней, да, у нас очень тепло, у нас бывает зимой прекрасная погода солнечная, да, у нас теплее, чем в Центральной России. Цветут абрикосы в марте месяце, но потом ударяет мороз, и абрикосов у нас, они замерзают. И благоприятные условия они накладывают, и такие, они создают и сложные погодные условия. Для жителей, неважно, там, дождь идет, но дождь идет сильный, и хорошо. А вот, что этот дождь может вызвать, а к чему он может привести? Затопит ли он улицы, да, поднимутся ли реки, будет ли паводок? Вот же самое главное для человека знать. А само явление погоды, это да, оно важно, но последствия, которые оно вызовет. Потому что мы все, как бы, зависим от этого. Мы все постоянно, вот, в погоде, и для нас очень важно, тепло за окном, холодно, дождь, не дождь. Но, как бы, само это явление, это одно, а вот какие последствия будут, это уже, вот, как раз, наша задача определить и вовремя предупредить. С какими основными проблемами вы сталкиваетесь в своей работе? Может быть, административные барьеры какие-то? Или у вас все завязано на погоду, на природу? Нет, в первую очередь, конечно, как и в работе гидромисслужбы, первая, когда они проблемы, это нехватка информации. Потому что прогноз, мы говорили об этом в начале, он, достоверность его возрастает, если бы есть большой объем информации, если бы количество пунктов наблюдения достаточно, чтобы мы могли контролировать, что происходит у нас, как и с реками, так и с атмосферой. И тогда можно будет прогнозировать в этой, в этой расходочной перспективе, когда встает вопрос о возможном возникновении ЧС. Потому что на долгосрочной перспективе ЧС прогнозировать очень тяжело, потому что мы об этом с вами говорили, когда не сформированы еще причины и явления. И оперативные службы ведь интересуют полной детализацией, самое главное, время и место, где можно и что может произойти. А это возможно только на краткосрочной перспективе. Это вот связано с теми факторами, о которых мы с вами говорили. Поэтому о этом могут помочь только пункты наблюдения, которые ведут в постоянный контроль окружающей среды. И чем их чаще, тем детальнее мы можем посмотреть, как проходит фронт, какие явления он вызывает, какая интенсивность анонимных осадков, какая интенсивность ветра и так далее. И тогда, понимая, что он из себя представляет, можно спрогнозировать, какие ЧС он в чрезвычайной ситуации может вызвать. А сколько в идеале вообще должно быть пунктов наблюдения? Чем больше, тем лучше. Вот здесь нет предела совершенства. Если их сейчас там у нас 213, то хотелось бы их там, чтобы было их 1213. Но я думаю, когда их будет 1213, я скажу, что их тоже мало. Понятно. Ну и последний вопрос. Человеческий фактор, опять же. Нет ли у вас дефицита кадров? Насколько активно к вам идут специалисты? Ну, профессия все-таки, она такая, имеет окрас романтичности. Да? Молодежь идет сейчас? Вот это самая, наверное, главная, самая большая проблема. Потому что все-таки у нас работают люди, которые должны иметь специализированное образование. Даже здесь недостаточно именно географического образования. Здесь нужно гидрометеорологическое образование, причем специализация в метеорологии. Специализация в гидрологии. Чтобы человек не только понимал, Илья, ту информацию, которую он с ним приходит работать, но чтобы он мог выполнять еще и практическую работу, как гидрологи, осознанно, понимая, что он делает, для чего он делает и как это надо сделать. И вот в этом, конечно, большая проблема, потому что у нас специалистов готовит только Санкт-Петербургский гидрометеорологический университет, Туапсинский филиал. И, естественно, молодежь сейчас низко ориентируется, к сожалению. Но если мы говорим про зарплату, то у нас не самая высокая зарплата. И многие молодежь уже не овеяна той орелом романтики, как было это в мое время, когда мы хотели изучать океаны и атмосферу, опускаться на дно морское и так далее. И Жак Эвкусто был кумиром, и мы все хотели тоже точно так же в Батискафах изучать подводный мир, изучать тайные океаны, тайные атмосферы и так далее. Сейчас, к сожалению, молодежь немножко по-другому нацелена. Но я должен сказать, что у нас достаточно молодежи, которые все-таки вот именно придя к нам, она работает и работает именно вот уже окончив, получив гидрометеорологическое образование. И все-таки они вот так как бы получив эту специальность, они не ушли в другую, а работают у нас, совершенствуются. Это мне очень отрадно говорить об этом. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.